Богатые природные возможности и климатические условия Азербайджана создают благоприятную почву для развития туризма. В этом убедились участники двухдневного тура, презентация которого состоялась в Нахчеване. Гости мероприятия особо подчеркнули красоту и уникальность самого отдаленного региона Азербайджана. Нахчеван – один из древнейших колыбелей человечества. Этот уникальный край богат природными и культурными памятниками, являющимися национальным достоянием Азербайджана. На территории Нахчеванской автономной республики сохранилось более полутора тысяч историко-культурных памятников, из которых около 60 обладают статусом мирового значения. По результатам проведенных исследований здесь зарегистрировано 1162 памятника. Следует отметить, что Нахчеван имеет богатые возможности для летнего и зимнего туризма. Регион обладает обширными ресурсами для развития экологического, природного, гастрономического, культурного и оздоровительного туризма. В рамках столетия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялась презентация туристического маршрута по следам великого лидера с участием представителей средств массовой информации и сферы туризма. Во время медиатура гости ознакомились с историко-культурным наследием Нахчеванской автономной республики. Основы туризма в Азербайджане были заложены великим лидером Гейдара Алиева, а его политику продолжил президент Ильха Алиев. Хочу отметить, что основная цель нашего медиатура – продемонстрировать туристический потенциал Нахчевана, познакомить широкую аудиторию с большим спектром туристических возможностей и мест туристического значения Нахчевана. Продвижение туристического потенциала и историко-культурного наследия Нахчеванской автономной республики на международном и региональном уровнях важно с экономической и стратегической точки зрения, и деятельность в этом направлении продолжается. Всем известно, что Нахчеван – родина общенационального лидера азербайджанского народа. Участники медиатура выразили желание почтить память Гейдара Алиева и возложить цветы к его памятнику, который, к слову, расположен рядом с одноименным музеем. Внутри музея представлены фотографии и портреты, посвященные семье общенационального лидера, его детским и юношеским годам, а также копии подписанных им документов, указов и постановлений, личные вещи лидера. Согласно государственной программе социально-экономического развития Нахчеванской автономной республики на 2023-2027 годы, туризм является одним из приоритетных направлений. Мероприятие будет способствовать развитию туризма и станет важным ресурсом для тех, кто хочет глубже познать наследие общенационального лидера Гейдара Алиева. Основная цель плана заключается в увеличении числа как иностранных, так и отечественных туристов. Одним из важных исторических мест Нахчевана является Ханский дворец, являющийся свидетелем многочисленных событий. Дворец представляет собой историко-архитектурный памятник XVIII века. До начала XX века он был местом проживания Нахчеванских ханов. Построен он Кельбелли-ханом Кенгерли, отцом последнего Нахчеванского хана Эхсан-хана. Ханские покои сегодня считаются жемчужиной средневекового азербайджанского зодчества. Не так далеко от дворца расположен мавзолей Муминэхатун, построенный Аджами Абубакрам углы Нахчевани. Он состоит из подземных скал и гробницы, стены которого хранят романтическую историю любви и большого уважения основателя Атабекского государства Азербайджана Атабея Шамсаддина Эльданиза и его супруги. Я в первый раз приехала в Нахчевань, и, если честно, это было одно из тех мест, которые всегда хотелось посетить, потому что все-таки историю мы изучали все в школе и знаем, что такое. Эти памятники и поэты, которые от этого прошли, и, в принципе, Гидар Алиев, который родился здесь, и по его стопам пройти это очень интересно. И попасть сюда, ты попадаешь в какое-то... Тут не только природа, тут тепло, тут спокойно, нет ветра. При этом безумно красивые памятники, музеи, природа. Вот сейчас посетили мы Нахатун, сейчас пойдем в ханский сарай, который славится на весь мир. Ашабеках в комплекс религиозно-культурных памятников. Это еще одно место в Нахчеване, овеянное легендами. Считается, что оно упоминается в Коране, как пещера семи спящих отроков. Это история семи юных друзей, которые спрятались в этой пещере со своей собакой, убежав от преследований жестокого местного правителя Даг Юнуса. И проснулись только через 309 лет, в совершенно другом мире. Сегодня этот комплекс – популярное место паломничества. В комплекс входят мечеть и святилище, а попасть сюда можно через вереницу лестниц. Азербайджанцы приходят сюда помолиться и загадать желание. Я в Нахчеване уже второй раз, и это просто удивительное место. Я безумно люблю все регионы Нахчевана. Здесь собрана вся наша культура. Ну, не только в Нахчеване, а вообще очень богатое место. Сюда не хватит ни одного, ни двух дней. Если приезжать, то на недели, две, три хотя бы, чтобы полностью изучить, насладиться природой, историей. В рамках двухдневной программы представители средств массовой информации и туристической индустрии посетили города Нахчеван, Джульфа, Ордобад. Благодаря насыщенной и интересной программе «Медиатура» гости познакомились с уникальным краем Азербайджана, который поражает захватывающими дух пейзажами и красотой величественных гор. Пиариды Немалиева, Рзав Атахов, Сибиси.